Вот из-за этой бумаги, второй день, когда я была у Батнаря, он потребовал, принесешь эту бумагу, освободим сына. Поняли? Теперь понятно. Вот это. Почему они потребовали у меня эту бумагу? За то, что мой сын уголовник? За то, что он нарушил правила? За то, что он заслужил это дело уголовное? Да? За что они требовали? Что Виталий Проко, вот на молдавском, чисто на белом, черно-белом написано. Виталий Проко пусть даст нам документ вот с тюрьмы, подписи тюрьмы и адвоката его. Что он дает документ, расписку, что не знает Влада Плохотюка и никакое отношение не было. И на Горбунцова заказ не от Влада Плохотюка. Здесь. Но до этого, тот же день Батнарь дает мне номер телефона этого человека, Раду Чижиченко, свяжись с ним и все вопросы решать через него. Документы он получит, сына получишь. Вот послушайте, что? Что вот эту бумагу Виталий сказал, отрубите руки и не отдам. И Раду, подожди, этот момент тоже Карен, подожди. Это Раду Чижиченко едет в Румынию. Ну зачем я ездил в Румынию к Виталику? Тише. А где Брумченко? Бумагу, которая подтверждает то, что я никогда не видел в ней, проходя на камерах... Я это знаю, давай это не по телефону. Я тебе кое-что скажу. Чтобы поздно, я и маме сегодня сказал, я тебе говорю. И мы тоже думаем, что Бог отхлопит, что Базары. И если я даю эту бумагу, я подтверждаю их... Понимаешь, подрядные козы и руки даю. Они потом будут резать им влево и вправо, и делать все, что они хотят. Эта Раду как-то был здесь, он мне сказал, делай по черному, еду в Молдову, всех освобождаем, все закрываем, все возвращаем обратно, все нормально. Что он что-то сделал или что? Я понимаю, Виталик, ты понимаешь, что тут уже выбор стоит, или они, или вот так. Я тебе говорю, ко мне домой вообще зашли, искали Тату, пришла, обыск пришел на имя Таты, вообще на мою квартиру, не было ни имя, моей мамы, никого, ничего. Так вы понимаете, что они, ну, они беспредельничают вообще, вы че, вы не понимаете? Ну нет варианта, Виталик, нет варианта. Ты пойми на слово, ты не имеешь дела. Ты тата не имеешь никак, никто не имеет ничего с этими делами, абсолютно. Я понимаю, все, нет других вариантов, просто, поверь, они там будут сидеть, 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 сидеть. Я тебе, ну, видела эту на пакетах, эту жену Нелу, бедная, с тремя детьми там ходит, блин. И того тоже жалко, реально, душа болит за всех. Я не знаю, я не его видела только на день рождения. Ну, душа плачет за людей, понимаешь? Блин, этот плачет от него нахуй, совсем. Этот Саша Пешка, ебаная, нам пришел, он в планах, очень от него, ебаная. Разговоры, разговоры, да они вообще нахуй, они взяли барный метод нахуй, закрыли всех там, нахуй, надо видеть на меня, или что, взять меня на жалоб, значит, что. Ну, вот так, видишь? Вот так они творят, вот так. Я тебе говорю, тут все закрыты, тут все их закрывают вообще по беспределу. Так в понедельник, если что, она будет готова? Я, в понедельник, дергаю здесь адвоката, и на краю она будет готова, уже и говорили шмана. Хорошо. Все, я должен подтвердить то, что не является правдой, но я должен прикрывать плохотнюками, чтобы помочь. Слышали, это хотели, мы не хотели ставить сегодня. Вот поставьте, пожалуйста, вот это на Публика ТВ. Вот поставите. Если вы ставили первое начало, Женя с Виталиком говорит, а ты закрыли. А за что закрыли? Вы смотрите, 29 числа только 45 дней плакали, рыдали, умоляли, сейчас, умоляли, рыдали, просили, чтобы он отдал эту бумагу. Раду он не отдал, руку отрубишь, не отдам. Я за них сижу, он так сказал. 29, послушайте, число посмотрите, именно эти дни мы сказали, Тата закрыта, чтобы мы с него получить эту бумагу. А вы берете, монтируете, я же монтаж знаю, я клипы сделала, я праздники делаю, монтирую сама. Смонтировали, вперед-назад, или срезали, выкинули. И ставили то, что вам нужно. Женя говорит, Тата закрыли. Ага, обманули друг друга, если даже она своего мужа обманула, задела. Потому что условия такие были, либо сына освобождаем, уголовные дела все снимаем. А если мы такие уголовники, зачем снимать и освобождать? А зачем требуете эту бумагу с бедной, несчастной семьей, которой вообще не вкусить? Скажи, пожалуйста, хоть у вас, мы это сегодня не хотели поставить. Вы настаивали, теперь все слушаете и все получите, чтобы у вас везде была эта запись. И Раду, Женько, приходит к нам с этим текстом, с этим текстом, вот его почерк. Его почерк. И еще он у нас, и еще он у нас требует. Вот я рада на запись там. Кроме того, сейчас, кроме того, то, что пишет, Виталик должен написать, что он Плоходюка не знает, я против Плоходюка ничего не говорю. Я с этим человеком не близко, не знаю, понимаете, я правильный человек. Вчера мне несколько раз спросили, что-то против вас или против него. Никогда в жизни, никогда в жизни я не имела. Вообще, как эту партию поддержать, чтобы они тебя атаковали и съедали, и бросили прокурора на растерзание? И вот Раду еще пришел к нам и добавил, тут напишите, что усатый заказал. Я говорю, что? Ты охренел, что ли? Ты больной человек? Как это? Отсюда мы отходим теперь от удара с той стороны. Вы что, наши семьи под прицелами вы ставите? Какие усатые? Какое-то, человека не знаем. Мы ничего не слышали, не вообще, даже если какое, как это можно? Что, Виталик так написал? И он поехал к Виталику. Я говорю, Раду, давай, пожалуйста, давай выкинем это, это не будет. С этим не пойдешь, мы не подставим нашу семью в нашу голову. Убирайтесь с вашими проблемами. Только хотите закрыть, закрыть. Вы ваше делайте, мы наше сделаем. Но, хотя бы с этим текстом, уговорим, будем умолять, попросить Виталика. Он в 45 дней нас мучил. Пока мы не сказали вторично, закрыли, не знаем, где находится, он тогда на жалость пошел. Благодаря того, что и дети плакали. Сейчас его запись поставят сразу вместе. И мы только договорились на эту часть, которую я продиктовала. Никого не знает, и он не заказчик. Но, ни в коем случае, чтобы не чужой имя еще написал, что кто-то... Вот смотрите, его почерк. По заказу хотел написать, я говорю, ни в коем случае, ты что, чем ты шутишь? Это нам не надо, и это нам не надо. Но ради того, что вам это сильно надо, и мы пострадали, отдадите.